Привет, друзья! С вами еженедельные новости мира виртуальной реальности. Стартап Lynx выпустил новое обновление по своему автономному одноимённому проекту шлема виртуальной и смешанной реальности Lynx R1. Кикстартер-компания шлема начнётся в конце сентября. Цена шлема для байкеров в кикстартер будет 500 долларов. После выпуска цена, скорее всего, станет выше. Будет доступна ограниченная прозрачная версия, которая будет стоить 700 долларов, а также версия для бизнеса за 900 долларов, включающая в себя поддержку. По сути, прибыль будет получаться с двух последних версий девайса. К четвёртому кварталу будет выпущена среда OpenXR, и уже доступна система облачного запуска приложений CloudXR. Трансляция SteamVR и интеграция с контроллерами Finch также работает прямо сейчас. Шлем работает в Half-Life Alyx, и на стриме была показана демонстрация игры. CEO также объявил о сотрудничестве с другой компанией, которая тоже производит контроллеры с шестью степенями свободы. Возможно, будут доступны обе опции. Корпорация Facebook наконец-то представила свой ранее анонсированный продукт, разработанный совместно с Luxottica и модным брендом солнцезащитных очков Ray-Ban – Ray-Ban Stories. Как и ожидалось, это очки без дисплеев и AR-функционала, но с камерами, предназначенными для съёмки видео. 2,5-мегапиксельных камеры могут снимать видео продолжительностью до 30 секунд, как когда-то делали очки Snap Spectacles. Благодаря стереокамере на записанные видео можно накладывать 3D-эффекты. При этом окружающие смогут увидеть, что идёт запись. Во время работы камеры на очках будет загораться индикатор. У очков также есть массив из трёх микрофонов, которые позволяют записывать звуки окружения и совершать звонки. Очки имеют Bluetooth, а на оправе есть набор тактильных и сенсорных кнопок для ручного управления. Очки имеют на борту голосового помощника Facebook Assistant, который позволяет управлять ими с помощью голоса. Включать запись можно будет и нажатием физической кнопки записи, а с помощью отдельного выключателя можно полностью отключить камеры. Ray-Ban Stories также поддерживает управление через мобильное приложение, которое позволяет смотреть и выкладывать записанные фото и видео, в том числе в приложения вне экосистемы Facebook. Масса очков менее 50 грамм, при этом они будут работать в течение всего дня. Зарядить их можно в специальном кейсе. Ray-Ban Stories будут доступны в трёх форменных оправах Ray-Ban – Waferer, Round и Meteor – и в пяти цветах. Линзы можно заказать как прозрачные, так и тёмные, как поляризированные, так и фотохромные, с диоптриями или без. Защиты от влаги отсутствуют. Базовая версия очков стоит 300 долларов, версия с поляризаторами – 330 долларов, а фотохромные очки будут стоить 380 долларов. Купить их можно уже сейчас в США, Австралии и некоторых странах Европы. Tundra Labs выпустили очередной отчёт о производстве своих трекеров. Производство девайсов началось и в день собирается только по 35 устройств. Каждый компонент трекера проходит отдельный контроль качества и отдельно калибруется. Сборщики и инженеры только приспосабливаются к рабочему процессу. Сборка идёт полностью ручная, не считая плат, и производство идёт две смены по 8 часов. Из партии в 250 собранных трекеров не заработало после включения только 3, и 2 из них были отремонтированы. На следующей неделе фабрика начнёт производить уже 50 трекеров в день, потом 100, а к концу сентября, начало октября, будет производиться уже по 500 устройств в сутки. Суперсвистки на несколько трекеров перешли на последнюю стадию прототипирования, и скоро тоже начнут производиться массово. Sony Interactive Entertainment объявила о приобретении Fire Sprite, разработчика VR-ужастика The Persistence. Ни Sony, ни Fire Sprite не подтвердили, каким будет их следующий проект, и не упомянули конкретно о работе в VR. Тем не менее, в феврале этого года стало известно, что Fire Sprite нанимает сотрудников для VR-игры, основанной на одной из успешных консольных IP за последние 10 лет с многомиллионными продажами. Игра станет совершенно новой главой в очень оригинальной вселенной, и будет использовать все возможности погружения в виртуальную реальность. Студия Shell Games, разработчик I Expect You To Die 2, сообщила, что игра заработала более миллиона долларов за первую неделю продаж. «Это важный шаг не только для нас и нашего бизнеса, но и для постоянно растущего рынка виртуальной реальности», сказал генеральный директор студии Джесси Шелл. VR-франшизы, такие как I Expect You To Die, могут иметь успех, и студии должны обращать внимание на то, куда движется этот рынок. Предыдущая игра серии заработала 3 миллиона долларов за два года продаж на всех платформах. Автор VR-модов Reel для GTA V и VR-мода для Red Dead Redemption 2, Luke Ross, выпустил VR-модификацию для еще одной известной игры – Mafia. Мод, как и предыдущие версии Reel, доступен на Patreon автора за 10 долларов в месяц. Sam & Max – This Time It's Virtual вышла на ПК в Стиме и VivePort. Классический юмор и решение головоломок на месте. Кроме этого, доступна бесплатная демо в Стиме. В Стиме вышел Roguelike Legendary Tales с поддержкой коопа до 4-х человек. Игра вышла в раннем доступе, но уже может предложить прокачку, некое подобие физики и разнообразное оружие. Выпуск создан при поддержке интернет-магазина виртуальной реальности Formula IQ. Ссылка в описании. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. А в комментариях пишите, хотели ли бы вы себе умные очки Ray-Ban от Facebook. Увидимся в виртуальной реальности.